Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Если вы видите в прямом эфире этот эфир, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Так, сейчас я размещу. Ой. Секунду. Вы пока пишите. Я описание видео добавлю. Так, есть. Очень хорошо. Как прошли ваши полчаса размышлений о жизни? Удалось ли подумать полчаса о жизни? Произошли ли какие-нибудь инсайты или переосмысления, или, может быть, какие-то вопросы возникли по ходу? Так. Стремительно несется наша самодисциплина уже девятый день, завтра мы заканчиваем. Немножко грустно каждый раз, потому что самодисциплина – это сама по себе такая маленькая жизнь. Десять дней. Это не обидно, да, а просто, ну, нет такого навыка, нас этому не учили. Так, удалось ночью, интересные идеи пошли. Инсайты появились, знаю, что делать. Уже год сутками, думаю. Так, мысли отвлекаются, но инсайты были. Вот это вот уже год сутками думаю, вот это тоже такая оценка, да, я все время думаю, да, вот сколько за это время вы вот прям садились и целенаправленно думали, да, то есть не так вот между делом вспоминали, да, помните, я вам рассказывал про сценариста, который пишет по эпизоднике «10 часов». И мы выясняем, что чистого времени он по эпизоднику посвящает там несколько минут, а все остальное время он себя отвлекает от этого. Поэтому. Когда следующий эфир года денег? Завтра у нас с вами финальный эфир самодисциплины. Я в рассылку про это напишу завтра письмо. И это же будет номерной эфир года денег. То есть какой-то там у нас, я не помню, 18-й, по-моему, я посмотрю. То есть завтра будет одновременно 10-й урок самодисциплины и там 18-й, по-моему, урок года денег. Так, первый раз уснула, второй через 15 минут проснулась дикая активность. Отвлечение, да, то есть это прокрастинация, да, то есть хочется убегать, хочется не думать, а что-то делать, отвлечь себя. Все стало на свои места, в конце концов размышления переросли в какое-то подобие медитации. Тоже вот с этим надо быть осторожнее, да, то есть медитация в данном случае, да, это тоже отвлечение. Да, то есть здесь задача сохранять полную осознанность, да, то есть не уходить ни в трансовые состояния, никуда, да, а полностью фокусироваться на своих размышлениях. Сейчас мы тоже сегодня потренируемся в этом. Это очень непросто. Думать вообще это самая трудная работа в мире. Вот, поэтому и просто, скажем так, если вы будете просто думать, да, вы тем самым точно так же, как я буду бегать, да, или я буду прыгать и тем самым сделаю там себе идеальное тело, да. На самом деле должно быть питание, должна быть программа тренировок, да, количество повторений, вес и так далее, и так далее. Да, только в этом случае вы будете получать какие-то результаты. Вот здесь то же самое, да, то есть просто беганием-прыганием, да, особые результаты получить не получится, да, то есть должна быть стратегия размышлений. Но наша с вами задача, да, здесь хотя бы попробую делать что-то. Так, одно из лучших заданий для меня написала подробный отчет. Хорошо. Сегодня мы с вами немножечко поработаем с, опять же, с мышлением, с вниманием. Я буду вам задавать вопросы. И попрошу вас в прямом эфире, а если будете в записи, то в записи, не читая комментарии, оставлять ответы на мои вопросы, а потом будете слышать, что будет дальше. Итак, все вы, наверное, смотрели. Я специально беру такие культурные явления, с которыми, ну, смею надеяться, большинство из вас знакомых. И буду вам задавать вопросы. Вопрос. Закончите цитату из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Место встречи изменить нельзя», надеюсь, что большинство из вас смотрели. Ну и, Рожа, у тебя... Закончите цитату. Правильного ответа пока нет. Я не буду говорить, что вы пишете, да, но вы, чат у вас перед глазами, да, вот вы видите, что все пишут. Да, то, что вы пишете, это неправильный ответ. Да, вот появился правильный ответ. Да? Правильный ответ. Ну и, Рожа, у тебя Володя. Ох, Рожа. Да? Но у всех мгновенная ассоциация, да, вот мы все запомнили цитату следующим образом. Ну и, Рожа, у тебя Шарапов. Дальше. Все вы наверняка смотрели. Теперь уже, я думаю, вы будете осторожнее, да, и вы понимаете, что здесь какая-то ловушка кроется. И сейчас, я думаю, что я уже вряд ли вас смогу поймать. Но, тем не менее, да, мы будем смотреть и проверять какие-то вещи, да, насколько мы хорошо помним. Все вы наверняка смотрели фильм «Карнавальная ночь» с Гурченко. И помните песню, оттуда песенку про пять минут. Закончите строчку из этой песни. Пять минут, пять минут. Следующую строчку из этой песни. Запишите. Так. Не ожидал я, что я смогу вас второй раз поймать на эту же самую, на эту же самую удочку. Бой часов раздастся вскоре. Да, совершенно верно. Да, то есть там пять минут, пять минут. Давайте я вам прочитаю весь текст. Бой часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут. Помиритесь с тем, кто в ссоре. Пять минут, пять минут. Разобраться, если строго. Даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут. Бой часов раздастся вскоре. Помиритесь с тем, кто в ссоре. да то есть строчки это много или мало здесь нет в этой песне она пришла из другой там из песни леонтьева до 3 минуты это много или мало до произошла такая смешение смешение сознания единственное ребят у меня просьба не гуглите да то есть я понимаю да что вы можете показать тем самым какой-то это самое да нет задачи вас каким-то образом не знаю унизить да или еще что то сделать да почему потому что я уверен что я точно так же да потому что я знаю ответы да я специально как бы включился и если бы меня также я точно также отвечал бы не задумываюсь любой еще одна цитата часто уж точно я думаю что вы ее все вспомните после того как уже все взбодрились до цитата из фильма кавказская пленница помните там был такой персонаж значит такой по-моему это уж его играл боюсь ошибиться мне кажется в моем доме закончите цитату да это как фраза я устал я ухожу да мне в реальности он не говорил что устал совершенно верно в моем доме то же самое да видите в моем доме попрошу не выражаться да это откуда это по моему из собаки баскервилей янковский говорю в этом доме кофе варю только я да совершенно верно я совершенно случайно я смотрел был ждал в очереди у нотариуса и значит шел как раз этот фильме я его слушал не ведь не смотрела слушал и когда слушаешь немножко по-другому внимания и вот когда эта цитата про появилась я такой о ничего себе а я всегда был уверен что он тут говорит попрошу в моем доме попрошу не выражаться на самом деле он в моем доме не выражаться то есть попрошу там не но опять же да мы запомнили такая такое искажение сознания до при воспроизведении лучше звучит в моем доме попрошу не вызов не выражаться там этого нет как мы запоминаем информацию очень часто мы эту информацию соединяем с какими-то другими ассоциации да то есть мы не замечаем то что нам на самом деле говорится да и соединяем ее с какими-то другими совершенно ассоциациями которых бы там где что мы смотрим читаем до этого нет так же как многие люди да помните была такая группа корни и там ты узнаешь ее из тысячи да и все пели все запоминали ты узнаешь ее по голосу да хотя этого тоже там нет и у меня жена в свое время рассказывала мне когда мы ездили в таллинн в эстонию и значит она мне рассказывала что вот я читала детстве книгу там четыре дня марии очень нравилась книга и вот мне очень нравится образ из этой книги снег в саду датского короля и мы пошли естественно мы там все про этого про датского короля да то есть он видел почему этот сад датского короля да он увидел там некое видение на небе некий крест на небе красный в облаках и дальше там у него какая-то движуха пошла поднялись на эту крепостную стену до прошли там небольшой такой дворик да как не дворик а такая небольшая площадка на там метр три шириной и метров 15-10 длиной вот вышли на этот сад датского короля внизу город вот и там действительно был снег вот мы посмотрели на этот снег в саду датского короля и ирина такая да вот типа вот прям так вот я себе это и представлял вот и дальше я не поленился полез в интернете нашел а собственно нашел текст мне стало интересно а собственно что как он этот снег в саду датского короля описывался в этой детской книге и выяснилось что в детской книге буквально было написано следующее свет в саду датского короля был покрыт сажей копоть и это тоже объяснимо потому что прямо под рядом с этим под этой стеной стоят дома жилые трех и трех и четырехэтажный и там верху трубы отопление печное вот и соответственно вся вот эта копоть оттуда она шла и оседала на на этом снегу и снег был такой черный то есть в реальной тексте снег был покрыт сажей копотью да на ребенок читая запомнил только снег в саду датского короля и видел его там прекрасным сверкающим белыми так далее так далее хорошо теперь давайте мы попробуем по-другому вы уже поняли все мои ловушки да и уже все правила да мы с вами уже как бы и погуглили проверили и так далее так далее да сейчас я вам дам очень простое задание но опять же вы должны его выполнить с учетом всего того что я вас вам сказал выше продолжите фразу мама анархия папа продолжите фразу так сейчас посмотрим кто из вас и это упражнение можно выполнить да правильно либо неправильно понятно да большинство пишет стакан портвейн но вот диана пишет рабочий класс свобода мама демократия это не продолжение фразы да папа кто стакан вина порядок только не говорите что этого не было порядок или бутылка смотрите опять же я не сказал закончите цитату из песни виктора цоя да я сказал продолжите фразу что означает что в принципе вы можете продолжить ее любым способом какие с каким захотите например папа купил телевизор да то есть я обозначил тех задания обозначил правила просто они были другие да то есть когда выше я обозначал правило я обозначал очень четко закончите цитату из такого-то такого-то фильма да и дальше начинал в этот раз я не обозначал того что это цитата из какой-то песни и не просил закончить цитату я просил продолжить фразу следовательно вы могли ее продолжить любым способом в том числе и сказав стакан портвейн да это тоже вы же тоже пор продолжили фразу до фраза продолжено все тех задание выполнено вот просто вы ее могли продолжить каким угодно способом да то есть мы очень часто не замечаем обозначенных правил вот у нас мастерской вот прямо сейчас я не буду там подробно описывать почему как это делается да но вот в мастерской например там у нас есть одно задание когда надо написать две сцены но вот обязательно находится кто-то кто напишет три сцены или четыре сцены потому что ну три же лучше чем 2 да и соответственно когда это происходит я такое задание не принимаю почему потому что в тех заданий было четко обозначено 2 с вот здесь то же самое да то есть мы не не запоминаем не мы идем как бы мы засыпаем и идем по какому-то привычному привычному пути помните был один журналист который брал интервью у человека известный мем распространялся везде его постили значит брал интервью у человека который сидел в тюрьме да и вот он спрашивал а где вы там жили и тот ну это барак этот журналист мгновенно не задумываясь ни на секунду такой обама да то есть я понимаю почему это произошло да то есть это вот автоматизм мышления да то есть барак сразу ассоциация обама да потому что у него нет понимания и ассоциации с тем что такое барак да у меня я в детстве жил в бараке и видел эти бараки да в которых там больше в то время большая часть поселка жила да и у меня барак в самую последнюю очередь ассоциируется с обам а в первую очередь барак у меня ассоциируется с собственно со снегом покрытым сажей копотью от печки вот и когда вот сейчас морозы в москве да я выхожу и я чувствую прям мороз как в детстве вот у меня на на родине всем же сегодня флешмоб люди устраивают постит фотографии градусных у кого 42 градуса у кого 45 градусов вот морозится такой легкий хорошо теперь давайте так я вам скажу слово а вы приведите напишите в комментариях синонимы этого слова одно два сколько сколько захотите одно два три если одно одна придет в голову одна ассоциация то одно слово если больше то можете несколько слов и так я называю слова а вы пишете в чате ассоциации ваши с этим словом и слово это нежить синоним до синонимы не ассоциации а синоним синонимы этого слова да то есть вот какие синонимы этого слова приходят вам в голову в первую очередь классно очень хорошо да то есть вы сразу же видите насколько насколько разные у нас две две разные два разных вида ассоциаций мы вот прямо сейчас я с женой проверял задал ей этот вопрос да и она сразу же сказал ласкать нежить я говорю у меня первая ассоциация вампир иногда ну все с тобой понятно да то есть нежить если вы в этом слове нежить видите глагол да то вы видите ласкать ассоциация до ублажать договорить какие-то нежные слова да и так далее тогда если для вас нежить это существительное да то есть если вы в нем видите существительное помните были такие картинки да то есть если ты на нее смотришь так заяц моргнул глазами утка до смотришь пожилая женщина моргнул глазами лицо пожилой женщины до моргнул глазами женщина молодая женщина в шале повернувшийся спиной здесь тоже самое то есть слово как в котором в зависимости от того как вы на него посмотрите да вы можете либо увидеть ласку да Либо можете увидеть там упыряк, зомби, мертвеца и так далее. Вурдалак. И ласкать во вторую слуху. Ласкать вурдалаков. Так, хорошо. Вот есть такие слова, которые имеют множество смыслов. И от частого употребления эти слова теряют смысл. Цитаты, иногда отдельные слова, иногда цитаты какие-то. И мы произносим слова на автомате, не вдумываясь в них. И часто бывает так, что мы, например, не знаем значение этого слова. То есть читаем какой-то текст и не знаем значение слова и через него перескакиваем. По контексту догадались и идем, и идем дальше. И что делать в этом случае? Мне очень нравится, я смотрел интервью с одним переводчиком и он сказал, я смотрю в словаре слово табуретка. Да, то есть хороший переводчик полезет в словарь даже за самым привычным словом. Потому что вполне может быть, что в этом слове есть какое-то значение, которого он не знает или не видит. Да, то есть остановиться и подержать слово в руках. В свое время у Дениса Викторовича Драгунского, знаете, наверное, такого писателя, в одной из его первых книг, в повести он описывал девушку, которая писала стихи. Вот. И он очень классно описывал, что происходит, когда появляется настоящий талант. Да, то есть, во-первых, когда появляется настоящий талант, это сразу всем видно. И сразу же и в журнале вдруг под ее стихи находится место. Да, то есть она начинает, да, человек начинает просто светиться, да, и он идет, не встречая сопротивления. Но очень интересно, он нашел способ показать, что она, каким образом она, показать, то есть если просто показать текст, да, он будет звучать не очень убедительно. Да, как показать, что это талантливый писатель? Он пока придумал следующим образом это показать. Она читала тексты, да, то есть ей кто-то сказал, ну ты почитай хотя бы там, не знаю, Илиаду. Вот. Она взяла Илиаду и начала ее читать. Вот. И каждый раз, когда она встречала незнакомое слово или незнакомое имя, она лезла в словарь и смотрела, что это слово или что это имя обозначает. Да, и, соответственно, когда она прочитала этот текст, она имела совершенно другое качество прочтения, чем большинство людей, которые читают. Вот вопрос. Когда вы встречаете незнакомое слово или незнакомое имя, что вы делаете? Стараетесь по контексту догадаться или проскакиваете, не замечая его? Такой тоже есть такая стратегия, да. Либо останавливаетесь и ищите в словаре. Я имею в виду текст на вашем, на вашем языке. Денискины рассказы Драгунского – это папа. Драгунский, про которого я говорю, это и есть этот Дениска, Денис Викторович. Гуглю сразу. Да. Вот совершенно верно. Правильно, если вы встречаете незнакомое слово, не лениться, а останавливаться и искать, что оно значит. И наш язык – это настолько привычная для нас дорога, что мы как будто едем, нам уже все знакомо на этой дороге. Поэтому нам неинтересно смотреть по сторонам, мы засыпаем, мы едем во сне по тексту. И я хочу прям заострить ваше внимание в этот раз на этом занятии, и целое отдельное занятие этому посвящаю, да, тому, чтобы сказать вам, насколько важно просыпаться, да, всегда вы все равно не будете, невозможно быть все время в состоянии осознанности. Мы все равно там засыпаем, если идет знакомый текст, например, да, который перечитаем, или все по тексту понятно, да, например, там, условно говоря, берешь какой-нибудь, начинаешь читать даже там тот же тихий до, да, и это незнакомо, и это незнакомо, и это слово незнакомо, да, какие-то местные термины. Да, посмотрел, смотришь в словарь, смотришь в словарь, смотришь в словарь, а потом где-то тома со второго уже все слова знакомы, да, и новых слов уже мало, да, и дальше ты идешь по тексту совершенно спокойно, да, гладко, новых слов не встречаешь. Особенно это касается, да, и мы, когда говорим, и когда пишем, да, мы тоже, у нас тоже включается автоматизм, да, то есть у нас выскакивают какие-то готовые конструкции. Да, да, особенно это касается каких-то слов, которыми мы что-то оцениваем. Например, такие слова. Отличный, замечательный, прекрасный, классный, хреновый, левый, да, то есть вот мы легко, у нас эти слова выскакивают очень легко, да, но на самом деле каждое из этих слов – это спрятанная метафора. Да, то есть отличный – это какой? Да, это не такой, как все остальные, да, отличающийся от чего-то, да, замечательный. Это значит, да, что-то, что ты замечаешь, да, что-то, что бросается в глаза, да, прекрасный, что-то, да, это превосходной красоты, да, классный. Это значит, принадлежащий к некому высшему классу предметов, да, хреновый, значит, хрен какой у нас, да, горький, да, невкусный, неподходящий. Левый, да, левый отличный от правого, да, то есть более слабый, чем правый. И вот такого образа свернут, такие свернутые метафоры, да, когда она, такая метафора была употреблена в первый раз, это было круто. Да, дальше мы уже автоматически идем по ним, да, и оно ни в тексте не производит впечатление, ни мы не включаемся, когда употребляем такие слова. Поэтому я советую стараться автоматизмы в речи отслеживать. Вот все эти поговорки, все эти цитаты из анекдотов и фильмов, да, то есть по контексту, например, подходит какой-то, какая-то цитата, заметьте, не я это предложил, да, или какая гадость это ваша заливная рыба и так далее, и так далее. Да, то есть они у нас выскакивают просто готовые, да, и чуть что, сразу же, да, вот и я советую останавливаться и смотреть, а есть ли какой-то другой способ это сказать, более выразительный. Например, там, условно говоря, да, вот спрятанная метонимия, съел тарелку супа, да, привычно, понятно, да, на самом деле вы же не тарелку съели, вы суп съели. А как еще можно, каким еще можно способом сказать, что вы съели этот суп? Не знаю, вы хлебал 57 ложек супа, например, ну, не знаю, может быть, может быть, можно какой-то другой способ найти. Вот замечать вот эти метафоры, да, свернутые, разворачивать их и смотреть и искать, а можно ли что-то другое найти, какой-то способ сказать. В целом, все это достаточно небезопасно, да, все эти спрятанные, спрятанные, свернутые метафоры. Например, какая-то проблема, да, и, ой, у меня такой геморрой, слушай, вообще, да, и человек, и все понимают, да, у человека не геморрой, у человека проблема какая-то. Да, но в итоге мозг-то человека реагирует, так, у тебя геморрой, да, ну-ка где, давай проверим. Так, нет геморроя, ну, давай мы тебе сделаем геморрой, раз он тебе зачем-то надо. Раз, у человека геморрой. Да, как у меня в свое время была такая присказка, рак мозга, я поймал себя на том, что я такой все время говорю, слушай, блин, это рак мозга просто какой-то, там, автор такой все время, там, достает, кошмарит, вообще, рак мозга. Вот, я такой думаю, блин, а зачем мне рак мозга? И такой убрал это, да. Есть вообще спрятанные какие-то такие мины лексические, да, которые мы не замечаем и в которых просто нужно только, если вот остановишься и очень пристально на него посмотришь, да, ты видишь, это что, это я себе такое пожелал? Сейчас своим собственным ротом сказал себе это, да, например, ничего себе, да, случилось что-то, и ты такой, о, ничего себе, а что мы сказали такое? Ничего себе, да, себе ничего. И, опять же, да, мы-то как реагируем, да, мы себе зачем-то дали команду, ничего себе. Зачем? Может быть, все-таки себе что-нибудь? Вот, и отслеживать такие вот скрытые метафоры, отслеживать такие обобщения. Как это делать, да, например, когда вы оцениваете что-то, прежде чем сказать, подумайте, задумайтесь, да, а что вы имеете в виду? Вкусная еда, а точнее, еда соленая, сладкая, да, горькая, горячая, холодная, то есть вот что, какие характеристики, да, ее вкусно-вкусно, да, а что, что значит вкусно, да, а какой вкус? Да, пообщались с каким-нибудь человеком, да, и как тебе человек, да, что-то придурок какой-то, ну, а точнее, ну, взбалмошный, не очень образованный, наглый, невоспитанный, да, то есть, а какой? И мы увидим, что мы о человеке уже можем сказать гораздо больше, да, то есть, как только мы попробуем дать более точную характеристику. Погода отстойная, а точнее, отстойная она чем? Мороз, холодно и скользко, мороз-то бы еще ничего, но вот скользко, мороз бы ничего и скользко бы ничего, но вот ветер дует, да, то есть, вот опять же, да, не просто погода задолбала, там, погода плохая, а какая погода, да, и, соответственно, вы, когда писать будете, да, вот это становится привычкой, вот эта внимательность к словам, которые вы употребляете. Сериал отличный, а точнее, персонажи понравились, диалоги понравились, что понравилось, чем именно этот персонаж отличный от других, атмосфера, может быть, понравилась. То есть, стараться понять, что именно обозначает слово или словосочетание, которое вы употребляете, и можно ли использовать какое-то другое слово более точное. Вот вам общее задание, и я вам его оставляю на, что называется, на всю вашу дальнейшую жизнь. Насколько это понятно? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, то я готов на них отвечать. Картина маслом. Совершенно верно. Схомячил супика. Да, обеденная норма полезных витаминов. Вот уже сразу хорошо. Поел супа, уже лучше. Да, употребил норму калорий. Например. Содрогаюсь, когда слышу, от кого-то убил бы. Да, вот именно. А как бы убил? Вот топором по голове убил бы, а из ружья застрелил бы, а яду подсыпал бы. Вкусная точка. Да, вот тоже. Выскочила готовая, да? Вкусная точка. Мужа часто переспрашиваю, когда он называет меня красивой. Конкретнее, а что именно сегодня восхищает? Да. И он должен дать правильный ответ. Помните этот мем? Тебе понравилось, как я сегодня накрасилась? Да, понравилось. А я не накрасилась. Да, это ужасно вкусно. Окей. Хорошо. Психотерапия? Да, совершенно верно. Психотерапия с семантикой слов. Очень много работает. Ну, там другой, другой, там другой способ работы. Понятно, да, что мы, мы-то с вами писатели, да, то есть мы, для нас это основной инструмент. Поэтому мы, мы, я подорвался бежать, да, мы к этому должны относиться с удвоенной осторожностью, поскольку, да, слово писателя весит больше. Да, и когда писатель что-то скажет, значение его слов больше всегда, потому что он больше энергии туда вкладывает. Хорошо. Теперь переходим на хардкор. Сегодня будет простое, достаточно задание, небольшое. И такое подготовительное к завтрашнему, финальному, очень важному занятию. Я попрошу вас сейчас сформулировать одну какую-нибудь мысль. Записывать ее не надо. Одну какую-то мысль, которую можно сформулировать одним предложением. Любую мысль, вообще какую угодно. Когда будете готовы, поставьте плюсик в чате. Писать саму мысль не надо писать. А, не полощи мне мозги, что простите. Вот выберите одну, любую абсолютно мысль, зафиксируйте, сформулируйте ее. Писать ее не надо и поставьте плюсик в чате. В знак того, что мысль вы сформулировали и зафиксировали. Теперь задание. Я попрошу вас в течение минуты быть полностью сконцентрированным на этой мысли. Удерживать внимание только на этой мысли. Стараться только видеть только ее. Слышать только ее. Быть полностью на ней сосредоточенным. Сейчас я выключу видео и минута пошла. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, минута закончилась. Вопрос. Удалось ли вам в течение минуты быть полностью сконцентрированными на этой мысли или вы отвлекались? Удалось. Очень хорошо. Супер. Даже мало было времени. Отлично. Вообще, на самом деле, вот это задание, это самое сложное из всех наших заданий, которые мы с вами делали. Да, потому что там считать вообще просто, да, ощупывать, подбрасывать, нюхать, слушать звуки, да, тут все нормально. А мысль, да, она нематериальная, да, то есть как ее, да, как на ней удерживать внимание, да, очень сложно, да, то есть либо ее надо визуализировать текстом и смотреть на нее, либо создать какой-то образ, связанный с этой мыслью и на нее смотреть. Либо вы, она у вас начинала, либо вы начинали отвлекаться, либо она у вас начинала расплываться, либо вы начинали думать мысль дальше, да, например, мысль там, не знаю, схожу, куплю мороженое, да, и дальше выйду из дома, достану деньги, подойду к киоску, скажу, дайте мне паломбир 48 копеек, да, и так далее. То есть очень невероятно сложно удерживаться на одной мысли, не углубляя, не развивая, не отвлекаясь от нее. Так что предела, предела совершенства нет в концентрации. Вот что я хотел вам показать, да, и это упражнения, вот все те упражнения, которые я вам даю, да, они позволяют и помогают. Увеличивать вашу продуктивность, да, то есть самое главное, что мы тренируем, мы тренируем концентрацию. Чем лучше у нас способность к концентрации, тем более мы продуктивны в нашей творческой работе. Кто говорил? Пиаже, по-моему, говорил. Гений – это внимание. А может быть, не пиаже, не помню, не важно. Но это действительно очень точно. Гений – это внимание, да, то есть гений – это способность к концентрации. Хорошо. Теперь домашние задания для хардкора. Я попрошу вас перевернуть один или несколько предметов, которые вас окружают. Вверх ногами. Буквально. То есть, когда вы смотрите на вещи в привычном положении, да, то ваша вот эта вербальная часть мозга, да, она легко их распознает. А когда вы переворачиваете его, вы на них смотрите, да, для вас неожиданно, да, и вы начинаете анализировать предмет заново. Начинаете видеть, например, размер предмета, да, например, начинаете видеть форму предмета, цвет предмета. У вас какие-то ассоциации с этим предметом. Что можно разворачивать? Можно разворачивать картины, можно разворачивать фотографии, можно разворачивать там календари, например. Можно разворачивать наручные часы. У меня ребенок иногда видео переворачивает, то есть сидит, смотрит видео, возьмет, перевернет и смотрит видео вверх ногами. Можно перевернуть картинку на рабочем столе, да, если у вас, например, там пейзаж какой-нибудь, взяли, перевернули вверх ногами. Ну, если это, конечно, не картинка, там, Родко, например, или там, какого-нибудь Джейсона Поллока. И посмотрите, каким будет эффект. Да, то есть лучше, если не один предмет поменяете, да, а несколько предметов. Единственное, опять же, следите за экологичностью, да, не надо там детей своих на голову ставить и не надо там газовую плитку переворачивать, да, чтобы у вас там дом не загорелся. Ну, вот посмотрите, выберите что-то и хотя бы вот в течение суток держите эти предметы перевернутыми вверх ногами. И посмотрите, какой будет эффект. Насколько понятны домашние задания? Или если что-то непонятно, или есть какие-то вопросы по всему уроку, то самое время их задать. Калькулятор можно переставить. Заметила, что слово «наверное» можно убрать, потому что предложение становится утвердительным. Да, совершенно верно. Вот если просто контролировать все, что вы говорите, это все равно не получится все контролировать, да, но хотя бы время от времени вспоминать об этом и начинать очень четко контролировать то, что вы говорите. То очень интересные эффекты обнаруживаются. Обои денег в телефоне повернут. Да, можно поменять картинку на телефоне. Единственное, что если это деньги, да, то они, наверное, если… Я не пробовал, да, но мне кажется, что если перевернуть их, они точно так же будут, как деньги будут. Так, как организовать работу в соавторстве при написании сценария полного метра, если автора два? Ну, здесь я, смотрите, что я советую делать, если вы работаете в соавторстве? Я советую смотреть на то, какую часть работы вы делаете, да, то есть советую выбирать соавтора, который закрывает ваши какие-то слабые стороны, да, и, соответственно, вы закрываете слабые стороны этого автора, да, то есть не брать человека, который такой же, как вы. Например, один автор хорошо придумывает сюжет, второй автор хорошо пишет диалоги, есть тандемы, в которых, например, автор, один автор пишет первый драфт, а второй автор вносит все поправки. Я знаю такой тандем авторов. То есть один автор не любит там вот эти вот переписывания, а второй относится к ним лояльно, да, то есть он теряет интерес, если ему переписывать больше одного раза. Ну, он пишет действительно хорошо, но поправки неизбежны в сценарной работе, и вот этим занимается его соавтор. Есть тандемы, в которых один автор занимается, что называется, презентационной частью, то есть ходит по питчингам, на встречи на всех ходит, да, а второй такой интроверт, он сидит дома и пишет. Тоже вполне себе может быть, да, то есть нужно распределить обязанности, да, то есть должно быть разделение труда. Если нет разделения труда правильного, то и тандем не сложится. Как быть с правилом писать каждый день? Опять же, здесь тоже надо смотреть, да, два автора могут делать несколько проектов одновременно и параллельно, да, соответственно, переключаясь между ними. Вот. Есть и такой способ, когда каждый пишет свои сцены, но потом это все сводить, то есть лучше, на самом деле, лучше разделять по стадиям производства, да, то есть при которых один автор пишет своей рукой, например, диалоги, да, а один автор распределяет сюжет. То есть если авторы равноправно и одинаково могут писать диалоги, то зачем им сотрудничать, вот. В этом случае, ну, например, имеет смысл разделять по сериям, да, например, один пишет там первую. Вот мы писали «Побег», да, естественно, там 16 серий за 4 месяца физически написать сложно. Вот. Можно, но сложно. И у меня команда была 5 авторов, считая, нет, 5, не считая меня, потому что там один автор был 2 человека. Вдвоем они тоже писали. Вот. И мы делили так, там, первые 2 серии, там, я писал и последние 2 серии писал я. А остальные серии между авторами распределялись. И вот они там по 2 серии писали. Да, это домашнее задание. В йоге позиция стоя на голове означает умение восприятия окружения и мира наоборот. Да. В некоторых коллективах приходится очень внимательно отслеживать слова, потому что чреватые, не только в тюрьме. Я работал, я жевал в таких коллективах на бандитской, вологодской окраине. Там странные были действительно правила, за которыми надо следить. Например, у нас было категорически запрещено посылать на «хэ». Вот на то слово, да. То есть, везде посылают очень легко. У нас категорически, и там, послали, ну, послали. Да я на нем сижу, только ноги свесил. У нас за это убивали. То есть, я знаю людей, которых убили за то, что они кого-то там послали на 3 буквы. Вот, поэтому, там, для меня это абсолютное табу. Послать кого-то, это прям надо, чтобы очень сильно меня человек выбесил, чтобы я его послал. Не припомню, чтобы я это делал за последние лет 30. Да, например, если там сигарету подаешь прикурить, да, нельзя вот так подавать, надо обязательно вот так. Если, я не помню, сейчас уже там нельзя было говорить, нельзя было говорить «благодарю», надо было говорить «спасибо». И так далее, да. То есть, вот все эти, все это какое-то количество таких правил, оно тоже, это тоже такая своеобразная тренировка внимания. То есть, это кажется, что это для того, чтобы вот скучно людям, да, они в тюрьме сидят, и вот они начинают придумывать игру такую с кучей сложных правил. На самом деле, это все сложный и очень опасный мир, и для того, чтобы в нем выжить, да, должна быть, надо очень хорошо управлять вниманием. И вот это такой тренинг, тренинг на внимание. Фильтровать базар, совершенно верно. Так, где можно найти редактора? Понятия не имею. Так, хорошо. На этом мы сегодня заканчиваем, и увидимся завтра в 12 часов на финальном занятии нашей самодисциплины. И дальше уже, дальше увидимся уже в мастерской. Спасибо вам за ваши вопросы, спасибо вам за вашу работу на этом тренинге, за ваши ответы и комментарии. Мы с вами сегодня молодцы, оперативно уложились за 50 минут, и увидимся завтра в 12 часов. Пока-пока.